Здравствуйте, меня зовут Дмитрий и сегодня я отвечу на вопросы, которые вы задавали на страницах нашего сайта. Мы как раз снизили требования к минимальному депозиту и доступ к межбанковской ликвидности на счетах ECN открыт с минимальным капиталом в 1000 долларов. Успейте воспользоваться данным предложением. Мы недавно запустили целый пакет акций, в котором любой может найти для себя подходящее предложение. Перечислю некоторые. Мы отменили минимальный депозит для начала торговли. Обратите внимание, теперь инсайдерская информация, которую предоставляет разработанный нами индикатор Кайман, доступен каждому. Мы запустили акцию «Пригласи друга». Приводите своих друзей и знакомых. Вам – живые деньги за каждого приглашенного, а друзьям – торговый бонус. Также для начинающих свой путь на финансовых рынках мы предложили беспрецедентную акцию, при которой заработанную прибыль на демо-счете можно перевести на реальный счет в качестве кредитных средств, которые можно отработать и вывести со счета. Для тех, кто уже имеет опыт торговли и ищет самые выгодные торговые условия и тысячи торговых инструментов фондового, товарного и валютного рынков, мы готовы предложить торговый бонус за переход от другого брокера. Также мы предлагаем различные торговые бонусы, которые полностью участвуют в торговле и их не нужно отрабатывать. Доступны и отрабатываемые бонусы вплоть до 100%, которые вы можете отработать по низкой ставке и перевести всю сумму бонусов в реальные деньги, полностью доступные для снятия. Ежедневно руководитель аналитического департамента Артем Деев от себя анонсирует индивидуальные бонусы во время своих утренних брифингов в прямом эфире, а также пополнение счетов без каких-либо комиссий. Подробные условия акции доступны на сайте или у наших финансовых консультантов, контакты которых доступны в ваших личных кабинетах. Да, действительно, чтобы обезопасить личные данные наших клиентов, была внедрена двухуровневая аутентификация для входа в личный кабинет. Она не является обязательной, и каждый клиент может включить ее в своем личном кабинете самостоятельно. Вместе с логином и паролем клиенту нужно ввести специальный код, который генерируется и меняется каждую минуту в специальном приложении на смартфоне, который заранее синхронизируется с личным кабинетом. Тем самым риск взлома и получения доступа к финансовым данным наших клиентов сведен практически к нулю. Очень рекомендую пользоваться именно таким методом входа в свой личный кабинет. В целом, ответы на эти вопросы неоднократно давались представителями нашей индустрии и нашими специалистами в частности. Отмечу следующие моменты. Закон, регулирующий деятельность форекс-брокеров, зарегистрированных на территории Российской Федерации, вступил в силу 1 октября 2015 года. Установленный срок для получения лицензии – 1 января 2016 года. На текущий момент лицензию ЦБ выдал только одной компании, но нескольким другим известным брокерам вернул поданные документы на доработку. Это произошло из-за того, что на момент подачи документов были внесены дополнительные правки, которые не были соблюдены. И пока нет ясности того, как будет проходить повторное лицензирование. На конец апреля текущего года никто из брокеров не получил данную лицензию, хотя брокерские компании изначально заинтересованы в регулировании и получении лицензии. Обратите на это внимание. Почему же так произошло? Да потому что на данный момент использование такой лицензии просто невозможно, ввиду сразу нескольких причин, не зависящих напрямую от брокеров. Форекс-дилер не может выводить сделки на внешнего контрагента. Звучит достаточно абсурдно. Во-первых, это лишает дилера возможности эффективно управлять своим торговым риском. Во-вторых, это делает невозможным предоставление клиентам прямого доступа на сам рынок, потому при вопросе клиента про кухню и межбанк ответ будет очевиден. В-третьих, такое требование закона закладывает конфликт интересов между дилером и клиентом в основу сотрудничества. Форекс-дилер может предлагать только валюты и никакие другие финансовые инструменты. Тоже странное решение. Производные финансовые инструменты давно и успешно развиваются за рубежом. Они также давно и успешно регулируются. Непонятна сама причина отказа от производных финансовых инструментов. Возможно, чтобы поддержать Мосбиржу? Форекс-дилер в течение пяти секунд после выставления клиенту котировки не вправе заключать с иными клиентами аналогичные отдельные договоры на разных условиях. Получается, что по закону изменение цен может происходить не чаще, чем раз в пять секунд, что в принципе противоречит фундаментальным основам финансовых рынков. Форекс-дилер не может изменять цену BIT без изменения цены ASK. Аналогично, данное ограничение противоречит фундаментальным основам финансовых рынков. Эти два пункта вообще можно назвать прямым манипулированием ценами при их соблюдении. Форекс-дилер обязан стать членом саморегулируемой организации форекс-дилеров. Отмечу, что СРО должна учреждаться дилерами, которые имеют лицензию ЦБ, а сама СРО, в свою очередь, должна быть аккредитованной ЦБ. На текущий момент нет ни того, ни другого, то есть замкнутый круг. Форекс-дилеры обязаны сегрегировать клиентские средства, номинальные счета. Такую услугу в конечном виде на данный момент не готов предоставить ни один российский банк, потому как до сих пор не определен порядок взаиморасчетов между дилером и клиентом. Немаловажно подчеркнуть, что даже когда появится возможность открывать счета клиентам под российской лицензией, к сожалению, условия оказания такой услуги в России будут невыгодно отличаться от зарубежных предложений. В связи со сказанным ранее, компания Амаркетс пока занимает наблюдательную позицию. Как уже говорилось во многих статьях, а также в разъяснительном письме Финансового комитета Совета Федерации, закон не ограничивает права граждан РФ на торговлю на валютном рынке за пределами России. Тем не менее, компания Амаркетс, руководство которой участвовало во всех круглых столах, посвященных регулированию рынка в России, уверены в том, что регулирование в конечном счете позитивно скажется на развитии индустрии. Мы убеждены, что это произойдет в обозримом будущем, когда законодательная база будет оптимизирована с учетом, к примеру, западных наработок. Что же делать трейдеру сейчас? Стоит ли чего-то бояться или продолжать торговлю? Повторюсь, текущее законодательство никак не ограничивает граждан России в использовании услуг зарубежных компаний. К примеру, любой из вас может покупать товары в зарубежных магазинах на зарубежных сайтах. Точно так же и здесь клиенты компании Амаркетс могут спокойно пользоваться всеми предоставленными сервисами на привычных условиях сейчас и в будущем. Возвращаясь к регулированию, то мы в ближайшее время будем регулироваться в европейской юрисдикции, в первую очередь в CISEC или FCA UK. В разделе обучения на нашем сайте есть полное расписание предстоящих конференций. Буквально несколько дней назад, 28 апреля, была проведена бизнес-конференция в Сочи. Далее ближайшие конференции пройдут в Киеве, Ростове-на-Дону. Напомню, что на конференции у вас есть возможность лично пообщаться с руководителем аналитического департамента Амаркетс, а также с другими топ-менеджерами нашей компании. В связи с этим приглашаю трейдеров посетить данное мероприятие. Инвестиционный сервис PAM не развит в нашей компании по причине того, что компания Амаркетс всегда давала больший приоритет развитию услуг именно для самостоятельного трейдинга. Также нам очень нравится более прогрессивная модель инвестиций – социальный трейдинг в платформе X-Social. Почему? Да потому что изначально PAM-сервис имеет ряд недостатков, ограничивающихся инвесторов с точки зрения открытости и безопасности инвестиций, чем, к слову, пользовались известные рухнувшие пирамиды в недавнем прошлом. В чем преимущество копирования сигналов в платформе X-Social? Услуги X-Social регулируются сайсок. Инвестору доступны сигналы более чем 1500 провайдеров и самой подробной статистики их торговли. Вы не передаете деньги в управлении, а копируете сигналы от управляющих, но со своими собственными правилами риск-менеджмента. Все представленные управляющие торгуют исключительно в лицензированных в ЕС-брокерах. Никаких дополнительных комиссий за копирование сигналов, вся заработанная прибыль ваша, круглосуточный доступ к торговой платформе и любой сделке с любого устройства, подключенного к интернету, а значит, полный контроль ваших инвестиций. В X-Social доступна первая в мире функция контракопирования сделок – полная анонимность инвестиций. На этом вопросы закончились. Спасибо вам за вашу активность. Задавайте новые вопросы на страницах нашего сайта и форума «Успешной торговли и инвестиции». Продолжение следует...